Здравствуйте! Как известно, первый автомобиль был запатентован в 1886 году. Но уже через 13 лет французская компания Renault сделала первую машину с жесткой крышей, с закрытым кузовом. Тогда это было воспринято как счастье, как настоящее откровение, и всяк пытался следовать этому достойному примеру. Но уже в конце 20-х годов люди стали думать, а как же от крыши избавиться во имя большего ощущения скорости, во имя большей динамики, спортивности, если хотите. Чего только не напридумывали за это время. Но прежде всего, конечно, речь идет о кабриолетах, автомобилях с мягким верхом, у которых крыша складывается в багажник. Затем появились купе-кабриолеты. Это случилось еще до войны благодаря компании Peugeot, где крыша, жесткая крыша, тоже складывается в заднюю часть автомобиля, накрывается сверху крышкой. А в 65-м году компания Porsche предложила еще одно прочтение этой темы. Кузов Тарго. Это было нечто специфичное. Кузов Тарго, по сути, это на самом деле уловка. Это попытка продать в Америке кабриолет, причем в Америке того времени, когда требования по безопасности к машинам без крыши ужесточались день ото дня. Что придумали немцы? Они взяли обычный кабриолет. Но за дверью установили широченную стойку, широченную дугу безопасности, которая при перевороте машины должна была, по сути, защитить седоков. Крыша в этой ситуации разделилась как бы на две части. Первая половина крыши от лобового стекла до дуги съемная. И задняя часть, которая представляла фактически из себя цельное заднее стекло, либо снималась, либо складывалась внутрь автомобиля. Находу, собственно, название такое взяло из Тарго. От гонки Тарго Флория, которая проходила по дорогам Сицилии, причем по дорогам общего пользования. Это было модное развлечение в 30-е, 50-е и даже начале 60-х годов. Тогда Порше на дорожных автомобилях и даже на прототипах очень неплохо себя там показывали. Поэтому имя в то время было у всех на устах, имя громкое, так оно и закрепилось за этим типом кузова, став фактически именем нарицательным. Но, несмотря на это, на Порше это название умудрились вовремя запатентовать. И теперь там, видимо, справедливо полагают, нам виднее, что называть Тарго. Итак, от той самой характерной особенности, от той самой визитной карточки Тарги, дуги, центральной дуги, не осталось и следа. Здесь стекло. Вместо этого появились два продольных элемента, идущие вдоль всего кузова, которые и обеспечивают, а, жесткость, и, б, ту самую безопасность пассажиров при повороте. Вот здесь, внутри, проложена дуга из высокопрочной стали, трубка диаметром 30 мм. Ни о какой ручной работе с крышей, ни о каких съемных стеклянных блоках речи уже не идет. Крыша сегодня это шедевр инженерного искусства. Сначала подвигается шторка, а затем всего за 7 секунд огромный кусок стекла площадью 1,5 квадратных метра уезжает назад. Впрочем, стекло можно убрать и сразу вместе со шторкой. Ну а что же происходит с задним стеклом? Заднее стекло у нас никуда не убирается. Зато оно на этой машине превратилось в третью дверь. То есть мы имеем дело практически с хэтчбэком. И если вас не пугает своего сочетания функциональный Порше или утилитарный Порше, так это про сию машину. Пространства здесь действительно полно. Если брать легковую гамму, легковую линейку автомобилей Порше, более того, места здесь действительно полно по сравнению с другими машинами семейства 911. Вот на этих сиденьях могут уже ездить не только мопсы и кошки, но, наверное, сюда поместится уже и ребенок, а может быть даже и подросток. Ну а если мы сложим спинки этих сидений, мы получим огромный, огромный объем. Здесь могут поместиться уже не только барсетки и косметички, но, наверное, уже и пара сумок с клюшками для гольфа. Объем багажного отделения тут на 50 литров больше, чем во всех автомобилях 911 семейства. 50 литров для спорткара. Это огромная цифра. И несмотря на такое вольное прочтение понятия тарга, немцы уверены в будущем этого автомобиля. И прежде всего, эта уверенность им дает потенциальный спрос на эту машину там, за океаном. Но мы не стали дожидаться начала продаж этого автомобиля ни в Америке, где они начнутся через три месяца, ни в Европе. А посему взяли опытный образец и решили максимально приблизиться к будущему ареалу, к будущей основной среде обитания этих машин, выбрав самую западную точку Европы. И глядя на эти скалы, действительно понимаешь, что правы те ученые, которые утверждают, что некогда Америка и Европа были одним большим континентом, и потом произошел великий разрыв, и образовался Атлантический океан. Похоже, что разрыв произошел именно в этом месте. Зачем же нужны две версии? Тарга 4 и Тарга 4С. Что дает эта волшебная лишняя буква? На самом деле, дает она немного. Максимальная скорость у Тарги 4С, на которой мы сейчас едем, 288 километров в час. У обычной Тарги 4 всего лишь на 8 километров в час меньше. Но какая разница, едете вы 280 или 288? Все равно это не езда, а бреющий полет. Во-вторых, Тарга 4С разгоняется до сотни за 4,9 секунды. Тарга 4 всего лишь на 0,4 секунды разгоняется до сотни медленнее. Вам это принципиально? А еще в Тарге 4С на 30 лошадиных сил больше, чем просто в Тарге 4. 325 против 355. Но скажите, 325 это что, мало? Таким образом, за лишние 11 тысяч евро вы покупаете красивый кусочек пластмассы в форме змейки, ну то бишь ту самую букву С, лишние 200 кубических сантиметров объема и право тратить на каждые 100 километров пути в среднем на литр бензина больше. Кстати, об экономии топлива. Здесь об этом любят напоминать при каждом удобном случае. Не будем забывать, что автомобиль рассчитан на американский рынок. Американцы с давних пор стали очень пристально следить за ценами на бензин. И эти цифры для них вносят уже не такой абстрактный характер, как носили, скажем, 5, а тем более 10 или 15 лет назад. Бензин дорожает по всему. Так вот, разговор об экономии задевается даже тогда, когда речь идет о системе контроля давления в шинах, в бортовом мониторинге. Инструкция объясняет, что данная система нужна для того, чтобы водитель мог контролировать давление в шинах во время движения, при каждом удобном для него случае, и таким образом следить за тем, чтобы не нарушалась управляемость автомобиля и не повышался расход топлива, потому что неправильное давление в шинах ведет к излишнему потреблению бензина. К сожалению, во время нашего теста, который, кстати, проходил на дорогах общего пользования, а не на полночной трассе, нам все равно так и не удалось достичь фантастически маленьких 11,8 литра на 100 километров пробега, заявленных инструкцией по эксплуатации и, собственно, естественно, свободу по взбитанию. Однако наш бортовой компьютер сейчас показывает 16,4 литра на 100 километров, что в любом случае при мощности моторов в 355 лошадиных сил является более чем льготным показателем. И еще бы, американцы. Им наверняка не понравится вот эта вот потрясающая шестиступенчатая коробка передач с безупречно четкими включениями. Механика, что поделать? Многие американцы даже не представляют себе, что такое педаль сцепления и как с ней обращаться. А поэтому специально для них будет устанавливаться пятиступенчатый автомат с возможностью ручного переключения передач клавишами на руле. Впрочем, и та, и другая коробка нам уже хорошо известны по той же Гарри Ран 4. Впервые Тарго предлагается исключительно в полноприводной версии. Это не мудрено, поскольку весь кузов ниже пояса, он взят полностью от модели Гарри Ра 4 полноприводной машины. Соответственно, и полноприводная трансмиссия пришла оттуда же. Если мы едем по хорошей сухой дороге и не спеша, как сейчас, то на переднюю ось приходится только 5% моментов. Все остальное, все 95% идут назад. Но стоит нам резко ускориться, заскользить в повороте или попасть просто на мокрую дорогу, как до 40% момента может передаваться вперед. Соответственно, улучшается управляемость. Ну и, естественно, это самым положительным образом сказывается на поведении автомобиля, а значит и на безопасности. Надо заметить, что все хорошее рано или поздно заканчивается, равно как и хорошие дороги. В Португалии это случается не так часто, как у нас, но тоже случается. Это хороший повод попробовать два режима подвески, которые предлагаются здесь на Тарге. Так же, как и на Гарри Ра 4, собственно говоря, здесь есть вариант жесткой подвески и комфортно жесткой. То есть при любом выборе подвеска остается жесткой, собранной. Ну, нельзя сказать, чтобы, конечно, гоночная в режиме комфортно жесткая. Вот потряхивает, потряхивает, разумеется, но не настолько, чтобы позвоночник осыпался в область таза, не настолько, чтобы машину можно было назвать табуреткой. Нет, даже по не очень ровной дороге на Тарге ехать можно, ехать довольно долго. А вот если мы переведем подвеску в спортивно жесткий режим, вот тогда автомобиль действительно превращается в табуретку. Он превращается в карту. И от этого получаешь неимоверное удовольствие, если под колесами гладкий асфальт. А еще рядом с кнопочкой, которая управляет режимами работы подвески, мы не могли не заметить еще одну кнопочку с заманчивой надписью «Спорт». Так вот, если мы ее нажмем, мы не только сразу автоматически поставим подвеску в самый жесткий режим, но и изменим алгоритм системы, которая управляет двигателем, алгоритм этой электроники. И настройки работы двигателя станут еще более спортивными, мотор станет еще более взрывным. Впрочем, зачем вам эти лишние лошадиные силы и лишние километры в час, когда главное в тарге – это вот эти полтора квадратных метра открытого неба? Но когда это небо находится в открытом состоянии, ехать больше 2 километра в час просто невозможно, потому что в машине становится несколько шумно и ветрено, и чем дальше, тем больше. И еще. В открытом состоянии крыши перекрывает практически весь обзор назад через салонное зеркало. И это тем более настраивает на неспешные и, прошу прощения, пассивные манеры вождения. Итак, мы имеем практически кузов Калеру-4, просто с куда более изысканным кузовом, рассчитанным на натуру, может быть, более созерцательную, настроенную не столь спортивно, я имею в виду манеру вождения. И людей таких, конечно, будет не так много, поэтому производство этой машины будет автоматически ограничено пятью тысячами в год. Таким образом, остается открытым один вопрос – вопрос названия. Если мы вспомним, о чем мы говорили в самом начале, то тарга – это кабриолет, у которого есть просто дополнительный элемент безопасности, так называемый roll-over-bar. Но кабриолет подразумевает совсем иное единение с природой, со скоростью, с этим высоченным, огромным небом. Совсем иное, чем купе с жесткими стойками, пусть и с огромной дыркой в крыше в полтора квадратных метра. И если следовать логике штутгардских конструкторов, которые объясняют такую конструкцию кузова тем, что, в общем, тарга – это вещь, которая должна обеспечивать прежде всего безопасность пассажиров, а в этом концепция тарги, то тогда, в общем, именем тарга можно назвать все, что угодно. Так что это, безусловно, стильный. Это очень динамичный автомобиль. Но при всем моем уважении к Порше, это не тарга.